Замминистра внутренних дел Вадима Трояна поймали на миллионной взятке. Такая информация сегодня появилась в СМИ. Сам Троян, как и глава МВД, эту информацию опровергает, но журналисты подбрасывают все новые и новые доказательства. Так брал ли Троян деньги? Мы попытались распутать клубок противоречивых заявлений. Сегодня в СМИ просочилась информация, якобы замминистра главы МВД Вадима Трояна поймали на взятке. Ссылаясь на источники в прокуратуре, журналисты пишут, Троян получил деньги за помощь в закрытии уголовного дела, которое расследуют в Голосеевском отделении полиции. По данным медиа, есть даже кадры, где Троян берет взятку. Запись находится в распоряжении СБУ и Генпрокуратуры. Вчера же пишут в СМИ в Голосеевском отделении полиции, и дома у Трояна оперативники проводили обыск. И замминистра якобы напал на них с ружьем. Успокоился только после звонка сверху. В одном из интернет-изданий даже появилось фото, где Вадим Троян якобы подписывает протокол, а на столе виден черный пакет, возможно, с деньгами. Сам Троян заявил, фото сделано не при обыске, а двумя неделями ранее, когда он вызвал полицию после заявления о попытке ограбления. И вообще, всю информацию опроверг. Написал только, что находится в отпуске. Но журналисты на этом не остановились. Пишут, на этом фото не полицейский, а следователи по особо важным делам ГПУ Николай Макеев. И вряд ли человек такого уровня приехал бы просто на вызов о краже. Сам Макеев подтвердил журналистам, что на фото именно он. И было это 26 июля. Но больше никаких подробностей не сообщил. Прояснить все детали этой детективной истории мы пытались в СБУ и Генпрокуратуре, но там ничего не комментируют. Однако, похоже, информация о взяточничестве и задержании Тройна имеет реальные основания. Ближе к вечеру на странице Нардепа Сергея Каплина появилось сообщение. Замглавы МВД действительно задержали, но отпустили. После того, как министр Аваков пригрозил выходом Народного фронта из коалиции. Но уголовное дело по факту вымогательства взятки Тройном чиновникам Нацгвардии и его помощницей все же открыли. Кроме того, пишет Нардеп, негласными следственными действиями. Факт передачи 300 тысяч гривен, 300 тысяч Тройну зафиксировали, а фигуранты дела задержаны. В доказательство Каплина опубликовал документ в страницу этого дела, где, кстати, процессуальный статус Тройна не определен. В нем упоминаются такие фигуранты дела, как начальник отдела комплектования полка Нацгвардии Украины Азов Бржизинский, помощница замминистра Иваштенко и гражданин Украины Шамрай, которые требовали у предпринимателя взятку в полтора миллиона гривен за разблокирование счетов.